В Крыму немало интересных и прекрасных достопримечательностей, среди которых и культовые сооружения. Сейчас мы в Симферопольской мечети Сеид-Ситтар, история которого насчитывает почти 200 лет. Мечеть – молитвенное здание мусульман. Каждую пятницу здесь собираются прихожане для совершения коллективной молитвы. У мусульман присутствуют свои нормы поведения в мечети. С целью поддержания чистоты при входе в культовое сооружение необходимо снять обувь, убрать туфли, можно в специальную нишу. В мечети, как и в любой другой святыне, необходимо придерживаться тишины. Одежда должна быть скромной и максимально закрытой. Для молящихся женщин допускается оставлять непокрытыми только лицо и кисти рук. Стоит позаботиться не только о скромности одежды, но и о чистоте тела. Женщины и мужчины читают молитву в разных комнатах. В этой мечети женская зона расположена на балконе. Женщины должны чаще всего быть, как скажем, в мечети, тише воды, ниже травы, когда есть мужчины. Это идет со стороны религии. Почему? Потому что здесь очень много других мужчин. Существуют определенные правила, которые должна соблюдать мусульманка. Нельзя покрывать ногти лаком, выщипывать брови, делать татуировки и использовать спиртосодержащую парфюмерию. Женщины, когда ходят в мечеть, им это запрещено делать. Почему? Потому что они чаще всего мажут те запахи, которые, например, больше женственные. И это как бы отвлекает мужчин. В мечети вы не найдете скамеек или стульев. Все сидят на полу. Отличительной и самой яркой особенностью молитвенной комнаты является полное отсутствие украшений, статуй, изображений живых существ. Все это запрещено исламом. Важным элементом любой мечети – михраб. Ниша в стене, указывающая направление на Мекку – священный город всех мусульман. Перед ней стоит имам, руководящий коллективной молитвой. Само слово «имам» переводится с арабского языка как «впередистоящий», то есть «лидирующий». Это место называется михраб. И направление этого михраба всегда в любой мечети направление на запретную мечеть, на мечеть Аль-Харам, то есть Каба. Эту мечеть в середине 19 века построил бывший городской голова Симферополя Сеидситар Чилибим. В период советской власти комплекс использовали в хозяйственных нуждах. Однако после распада здания возвратили мусульманское общение. В 2016 году, после масштабной реконструкции, мечеть снова открыли для прихожан. Территория мечети – это целый комплекс. Теперь уже располагается место для омовения. Это Абдесхане. Для чего? Для того, чтобы прихожане мечети могли совершить омовение и пройти уже в мечеть. Двери мечети всегда открыты для гостей, независимо от их веры и национальности. Но требования придерживаться мусульманских правил обязательны для всех. Вся Рябляева, Олимпелеев. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин